кавказские минеральные воды старый русский край россия вот здесь я уже был 2019 году поэтому мало что я добавлю в принципе если вам интересно я этот отзыв закреплю в первом комментарии вы можете его посмотреть если я сейчас что забуду может быть там будет что-то дополнено 306 номер 306 вон там вот в той стороне проход к столовой к ресторану нужно еще спуститься на второй этаж вот здесь по пожарной лестнице можно пройти в переходу в лечебный и первый корпус такая большая зона отдыха ожидания посещения к врачу терапевту там еще дальше есть кулер с вами вот пойдем номер работает тут система карточки карточку вставляете включается свет вот эта же карточка открывает замок вашего номера дают отдыхающим вот такой вот пропуск вот центр союз с указанием фамилии дата заезда дата выезда корпусы и номер также здесь есть короткая информация о качество хорошего видео можете поставить ручка я отметил время посещения мужчинами бассейна почему сейчас разделены по полу признаку посещения бассейна потому что идет ремонт женской раздевалки и вот мужиков всего лишь три часа в день остальное время у женщин для посещения бассейна вот так же имеется тут еще талончик для посещения гранатового зала ресторана вот кстати сразу об улучшениях они убрали банкетный зал в вот в этом гранатовом зале и мест стало больше то есть присесть стало гораздо лучше есть отдельный платный ресторан на третьем этаже и тут туда люди за отдельную доплату ходят чем отличается там меню я не знаю еще касаемо бассейна там имеется сауна и хамам я их не посещал но вы видимо можете узнать из других отзывов насколько они удобны и приятны а вот такой вот бассейн он очень маленький тут метров 10 где-то длиной квадрат 10 на 10 есть вот такая штука с воздуха воду бьет как душ шарко есть наподобие как джакузи если такого добавить вот такие дела у нас номере перед входной дверью вот такой вот шкаф полки высоченно в которых есть дополнительное одеяло у меня росту 70 я не могу быть и нос то есть надо становиться на стул вот вот такой вот купе с одной вот такой полкой остальное все занято под под планку на которую вешается на которой находится вешалки вот есть щетка есть видимо вот такое отделение для угла я не пользуюсь вот такой вот недостаток я закрываю шторку смотрите она скатывается она не фиксируется и чтобы я не делал бесполезно теперь здесь у нас есть и и холодильник я выключу потому что я не пользуюсь кормят сразу скажу кормят шикарно ну на мой вкус на мой субъективный вкус то есть где-то я был там в турции египте в тунисе там все замечательно кормили но тут именно больше как бы русская пища она мне больше нравится вот и каждый день поднимаюсь на большое седло но я вообще ни капли не худею после этого потому что я объедаюсь честно говоря объедаясь в санаторий центр союз благодаря системе все включено из сейф вот есть сейф опять же сейф дерьмо дешевый он проработал всего два дня поменяю потом он перестал работать перестал закрываться батарейки поменяли без толку заявку на ремонт отправили в общем неделя прошла так его никто и не сделал то есть эти сейфы это так видно как чистая формальность ну если у вас будет в номере рабочих вам повезло так а ну вот еще для обуви не донится ну поскольку я лази по горам я лучше обувь буду оставлять на на плитке чем пачкачка далее проходим как бы в саму студию вот она студия есть два стула 1 и 2 на котором бардачок это два есть вот такое отделение как бы с я не знаю что под рабочий стол под кухонный стол вот мой чемодан чайник лампочка вот такая вот ваза который который размещена табличка пожалуйста не беспокой поддон на котором два стакана и графин далее чтобы включить чайник надо умудриться туда залезть и включить попасть в эту розетку у меня не удалось чайники оставил он туда на ту полку и включал консту розетку вот то есть это опять у них тоже не продумано что еще есть есть вот такой столик двигающийся есть штопор вот он и есть две кружки стрелочками вот переходим в эту часть вот такой вот зеркало шкаф второй шкаф это номер двухместный вот второй шкаф опять же вешалки опять же вот это нижние полки и ой блин вот то отделение до которого я не достану опять на остановиться на стул чтобы просто положить майки свитера кофты ну некуда ложить все только приходится вешать вот это зеркало вот это зеркало оно самое удобное номер я объясню почему когда пойду в санузел вот но она удобно и нормально может быть только низ не видим а так хорошая зеркало так смотрим спальное место в этой же студии картина с розой два ночника давайте включим хай горять чтобы была красочная картинка вот две кровати вместе их можно разделить можно в сторону отодвинуть вот эти две кровати когда уборщицы узнали что я один живу они мне начали стелить общую простыню под низ но все равно к если я ложусь на середину кровати ножки плотно не фиксируются и кровати как бы разъезжает получается такая вот здесь посередине получается щель дырочка и ты проваливаешься в нее вот при условии если ты спишь здесь один ну для двоих я думаю нормально но это две отдельных кровати они одна широкая вот полки которые вы видите с двумя ящиками есть розетки ну может быть далековато мне чуть-чуть не хватает если посмотреть фильм и одновременно заряжать смартфон ну далековато от кровати видимо кровати тогда надо отодвигать в эту сторону или либо надо иметь длинную зарядку вот телефон ну и справочный этот информационный журнал это вот фонтан парке перед санаториум центра союза вот здесь вот ресепшн а мой номер на третьем этаже телевизор по моему двадцатка каналов федеральных как приставки 20 каналов вот мультиплекс санузел когда вы включаете свет срабатывает сразу вентиляция вот один плафончик занавеска ванна раковина это щетка урна здесь у нас висит висят халаты мне повезло я в двухместном номере живу с двумя халатами их меняю каждый день один мокрый одеваю 2 хожу с ними процедуры вот вот здесь висят полотенца которые сейчас лежат у меня на кровати сушка полотенца туалетная бумага еще теперь давайте про недостатки смотрите смотрите раз мой рост 170 вот зеркало находится на такой уровне у меня еле видны плечи зеркало почему-то задрали вверх вот кто это за какой сапожник тут этим занимался представляете себе бабушку которая приезжает кисловодск на лечение каждый год вот как она может дотянуться на зеркало и облагородить увидеть свое лицо вот тоже самое недостаток смотрите ну я может плохо соображаем по моему он не такой же имеет и хорошую гидроизоляцию этот фен прямо рядом душ не закрыл плотно занавеску вода попадает на электрический прибор тут же со стороны душа розетка для для фена вот при этом при этом сам душ вот этот вот установлен достаточно низкой я не могу я не могу стоять под струей где-то вот так вот то есть кто это по-дурацки вот это планировал здесь я не знаю это вот в минус в минус этому номеру ну и в целом центр союза вот теперь смотрим смотрите они сделали раковину что здесь можно разместить вот видите вот мое здесь бритвенное ладно я поставил здесь тоже для я считаю что для двоих мало места вот пустующее пространство она никак не используется вот лучше бы они фен сюда вы поставили здесь бы расширили бы раковину вот то есть как бы баскетболист который не моется для него этот номер который не моет голову для него этот вот этот вот санузел создавался рассказать про то с этого очень важная вещь если вам берет каждый день приходится стирать свои вещи после того как вы испытываете физическую нагрузку и идете по грязи на верху в кисловодском национальном парке от центра союза я дохожу до нет не до эльбруса а до большого седла вот он я здесь за два часа поэтому мне нравится что он близко к основным высотам пятигорска ссори сорян пробачьте простите кисловодс ну и вот такой вот информационная кто по английски говорит пожалуйста для вас кто только по нитам и господа хочется сказать про кран то есть если вот этот для душа для ванны горячая у него в сторону вот к вам ближе к камере то тут дали то есть они отличаются и в принципе такая путаница по центру союза видно и бассейне и везде то есть как бы где влево горячая где вправо вот такая вот процедура вот так расположение номер удачная то есть я стану за две-три минуты дохожу до столовой я спускаюсь на второй этаж и перехожу в лечебный корпус и мне удобно идти допустим ну проходная каскадной лестнице принципе так же далеко от меня вот именно в плане номера размещения внутри санитария мне повезло даже я практически не пользовался лифтами это было редко выйдем на балкон прежде всего вот он выход в парк этот выход там можно спуститься к ну кафе старый парк я помню кафе киноцвале мы один раз тусили в кафе старый парк там одна девушка так замечательно пела вот рекомендую но правда вот у меня не сохранилось видео не фото этой девушки чтобы можно было вам ее просто придите спросите где-то девушка которая хорошо поет балкончик пошли ярко потом фонтанчик вот здесь вот ресепшен как ярко вот то вот вот это вот привет с минеральной водой в принципе там же и лечебный корпус там же можно пройти в бассейн это переход в лечебный корпус и первый корпус а не видно вот за на балконе два стульяка вот один я сложил стол и вот для для вот в принципе неплохо мне нравится мне телефон разрядился и мне надо было зарядить но я шел на процедуры и вместо вот этой карточки я ставил карточку как на пятерочки как она называется вы поняли бонусная карта пятерочки это такой лайфхак давайте рекомендации не сложно поскольку мне большую часть поездки оплатила предприятие первоначально хотел отдыхать в плазе попробую ну опять так получилось что места были только в центра союзе и том не оплатили вместо и вместо 12 дней размещаясь здесь 11 дней вместо 12 дней лечения 10 дней лечения вот медперсонала у меня нет претензий опять же я уже говорил о том что есть как формируется состав процедур какие процедуры и так вот мой лист процедур кстати через qr-коды вы можете зарегистрироваться приложение с помощью смартфона проходить там процедуры в общем видеть там расписание я не пробовал не поздно дать комментарий как в полу но возможно так имеется вот что я был у терапевта я ходил на душ шарко я принимал нарзанные ванны ходил бассейн лечебная гимнастика для позвоночника орошение десен минеральной водой ингаляции нарзаном что еще smt то есть это какие-то песочные что подушки ложатся не дается электромагнитное напряжение меня не по-моему как массажируют парафиновые аппликации на коленке там очень классно спать когда он на коленке ложат вот эти парафиновые теплые штучки правда какие-то придурки если в соседних кабинках начинал тикток смотреть вот массаж и его терапия соляная шашка поскольку я отказалась от клизмы очередной раз врач чтобы снять с меня как бы чтобы уже как-то вот эти деньги которые потрачены на меня как бы списать она мне назначила электрокардиограмму вот ну видимо чтоб страховая компания никакой претензии не предъявила страховая компания которая оплачивала мне поездку в целом мне нравится здесь мне нравится очень расположение то есть для моих нужд я пройдя процедуры после обеда я поднимался на большое седло на малое потом на большое седло и проходя кпп которая находится около каскадной лестнице где-то через два часа я оказывался на большом себе вот и спускался то есть находясь где-нибудь на улице жилья было в виктории или в солнечном проспекте победы по моему мне бы не просто на это не хватало бы времени учитывая что сейчас ноябрь ноябрь 22 года рано темнеет нужно успеть на на ужин потом этот санаторий практически находится уже как в парке можно сказать он только с одной стороны имеет выход на улицу молодарского по моему улица вообще не оживленная и как бы почти все номера они отдалены от этой улицы и вот сейчас если вы слышите перфоратора у них с 10 до 15 какой-то сейчас ремонт идет каких-то номерах но это не характерно обычно тут тишина городского шума не слышно здесь я не слышал может быть со стороны в номерах где виден кисловод может быть что ты слышно но я когда вечером выходил туда на балкон и на смотрю площадке ну не на смотрю площадке на балкон и я ничего такого не слышу вот то есть тут тишина и покой если не брать вот эти вот ремонт который сейчас они затеяли зачем-то самый пик когда почему когда все рвутся в кисловодск когда турцию в египет толком не съездишь вот именно сейчас затеяли ремонт они в декабре когда из подсезона идет вот так же они затеяли ремонт женской раздевалки в осенне зачем-то что можно было тоже сделать в декабре когда где-то процентов 20-30 пустует санаторий вот на другие проблемы в общем поеду ли я еще в этот санаторий мне уже хочется поменять мне просто неинтересно в одни и те же места есть ну вот так вот на день на два на три допустим массаж спасение нарзанной ванны и опять большое село место очень удачно мне нравится но опять же я хочу попробовать что-нибудь другое кисловодске потому что солдатами я стал необходимости ну а удастся попасть или нет я не знаю но если это будет опять сентросоюз что касается людей которые скажем так у которых пожилого возраста люка друг проблемы с ногами которым ходить трудно но при этом им нравится нижний старый парк это где струя где нарзанная ванна где вот этот курортный паспект по-моему называется тут ну подъем такой хотя он небольшой затяжный затяжной вернее немножко крутоватый можно ходить через луч можно подниматься через каскадку через жиды вокзал но понимаете я то захожу за минут десять максимум 15 но для человека который вот для которого подъем и является каким-то таким сложным испытанием ему может быть это неудобное место там что-то вроде крепости санатория вот ему что-то такое надо выбирать или факела но тут если кому-то надо прямо выйти в парк долине роз практически без подъемов спусков вот это кому нравится верхний парк кому будет очень удобно вот ну про бассейн я уже сказал что бассейн принципе маленький это тоже является недостатком ну просто понырять нормально но кому нравится полноценно плавать нет не удастся потому что если там уже человек всем все уже тесно уже пьемся друг друга в этом бассейне благодарю вас что вы посмотрели мое видео желаю вам удачи во всех ваших поездках куда бы ни поехали крепкого вам здоровья и сейчас мы на фоне фонтанчика на фоне кисловского парка попрощаемся всем удачи удачи вам в делах удачи здоровья удачи поездках пока будут вопросы постараюсь это а а а и а и 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